Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, военный эксперт, генерал, экзаместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, а также основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Традиционно начинаем с обзора и анализа ситуации на фронте. Министерство обороны России заявляет, что российские войска захватили села Песчаная и Розовку на Купянско-Оскольском направлении. Украина этого не подтверждала, но захвате Песчаного ранее сообщал украинский военный паблик Дипстейт. Теперь до разрезания группировки Вооруженных Сил Украины на восточном берегу Оскола останется поле и село Колесниково, пишет паблик. Также паблик, не подтверждая захвата, показывает продвижение у России и в Розовке южнее Песчаного. Кроме того, российские войска захватили раздоловку к северу от Солидара в направлении Северского. Об этом также пишет паблик Дипстейт. Как вы оцениваете текущую ситуацию? Она не улучшается, скажем, для Силы обороны Украины. А напротив и относительно Песчаного, это южнее Песчаного, то есть вокруг Купенска, это восток и юг. Если, скажем, посмотреть на перспективу то, что планирует противник, додать к этому боевые действия в районе Вовчанска, то, насколько это возможно для противника, они пытаются создать такой оперативный охват, скажем, ситуации Купенска, Купенско-узловой. И это Сен-Кивка, это Песчано, восток и юг. И в надежде на то, что они изменят ситуацию еще северо-запада, тогда действительно сложится достаточно угрожающая ситуация вокруг Купенска. В северском ситуации относительно, на мой взгляд, лучше, хотя идея та же и желание противника осуществить фланговые охваты, оперативные отточения остаются. Но наши силы обороны по возможности ломают эти планы противника, хотя мы видим, что медленно, но все-таки ему удается подбегаться и происходит постепенный захват наших территорий. Отсюда как вывод необходимые ресурсы и резервы, как вооружение и техники, так и военнослужащим. И остается по-прежнему решение этих основных стратегических задач. В первую очередь совместно с нашими союзниками. Несмотря на всю политическую ситуацию государства, которая происходит в Америке и Европе. А второе внутреннее, это мобилизация, ее проведение решительное для того, чтобы пополнить наши части, в первую очередь, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения. На Покровском направлении Депстейт подтвердил потерю села Прогресс, о чем ранее писали россияне, а также западные аналитики. Телеграм-канал сообщает, что бои за Прогресс длились с конца апреля, но переломить ситуацию Россию удалось там за последние двое суток. Село было оставлено 19 июля одной из пехотных бригад, не выдержавшей российской атаки. Тогда вооруженные силы Украины ввели на западные окраины Прогресса части другой, уже механизированные бригады, но из-за нехватки сил 20 июля она также отошла с позиций. Через Прогресс идет железнодорожная ветка на Покровске. Военный паблик полагает, что после потери села, стоящая по железной дороге бригада вынуждена будет разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, существует риск окружения, а приказа о выравнивании линии пока не поступало. Остается тенденция ухудшения ситуации здесь, на Покровском направлении. И известный подход противника связан с тем, что продвижение, кроме тех фланговых ударов, которые меняются для достижения цели, возможно, используют железные дороги и шоссейные дороги. Но особенно, я бы сказал, железные дороги мы здесь видим. Причем это угрожающее направление, особенно безопасное в связи с тем, что осуществляется продвижение к дороге, важнейшее логистическое на Константиновке. И это ближайшая, серьезная, основательная задача противника с дальнейшими действиями, возможными на север, это формирация Краматорск-Славянск. Поэтому, это еще раз подчеркивает, что нам нужны более мощные системы поражения противника, как можно быстрее. Это возможный вариант, о котором мы неоднократно с вами говорили, такого, как ракеты, тактические ракетные вооружения или усиление поддержки с воздуха. Это значит заведение летательных аппаратов 4 плюс поколения, такие, как могут быть F-16 и Грибин. Но все это требует времени, а как мы видим по ситуации, которые там складываются, на это время особенно противник не дает. И поэтому, кроме вооружения, которое основательно и тяжелого, необходимо поддерживать войска большим количеством боеприпасов и укомплектовать военнослужащими. То, что зависит, в первую очередь, от нас и наших союзников. Военный аналитик немецкого издания Бильд Юлиан Ребки считает, что захват прогресса является еще одним свидетельством развала Украинского фронта на нескольких участках в Донецкой области. Со стороны украинских пабликов есть подтверждение потери трех сел за минувшие выходные. Согласны ли вы с такой оценкой относительно того, что есть определенные свидетельства развала, обрушения Украинского фронта на нескольких участках в Донецкой области? Ну, может быть, я не так бы угрожающе сформулировал, но что ситуация усугубилась и ухудшилась, это однозначно. По поводу Харьковской области, командир подразделения ТЭРа 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов отметил, что враг в Харьковской области продолжает быть активным. Ну, как с одной стороны он активен, с другой немножечко забит, так скажем, землю, забит в блиндажи, потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки, артиллерию, и они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали. Но также он утверждает, что россияне готовят еще одну попытку масштабного крупного наступления в Харьковской области. Насколько высокая вероятность того, что противник, если мы говорим о краткосрочной перспективе, попробует вновь наступать на этом участке? Мы мельком, когда оценивали ситуацию вокруг Купинска, говорили, что в планах противника есть владение в Овчанском, это Харьковское направление и поднаправление в Овчанске, второе Липцы. Так вот, в районе Липцы у нас ситуация как бы улучшается относительно боев за глубокой, там осуществляется охват уже с нашей стороны, противник вынужден ввести оборонительные действия. А вот по Волчанску на этом направлении они переформатировались, добавили резервов и ведут наступательные действия непосредственно в самом городе, а также с восточного фланга, это в районе Тихого. Ну и, насколько возможно, пытаются продвигаться для того, чтобы деблокировать свое подразделение, которое находится в агрегатном заводе. А, скажем, принципиально на оперативном уровне, на мой взгляд, противника в ближайшие несколько дней приниматься, будет решение относить того резерва, которые подходят, будут использовать или на усиление харьковского направления, или на открытие боевых действий на сумском направлении, где ведутся активизировать действия диверсионных разведных групп. То есть, где посчитают их руководство более перспективно, там будут реализованы эти направления. Если посмотреть, скажем, более широко на ведение боевых действий, здесь относительно сосредоточены резервы и возможных перспективных усилений боевых действий до уровня оперативного. Это может быть Запорожье, где активизировались действия в районе Времьевского выступа и на Ореховском направлении. Времьевском, к сожалению, уже идут бои Старомайорской, противник захватил урожайное. На Ореховском напрямку интенсифицировались боевые действия Работина в районе уже, поскольку противник его захватил, скорее всего. А также севернее Верхового. То есть, вот в этих наших клинениях, которые провели силы обороны Украины в порядке противника в 23-м году, они имеют задачу как бы выровнять их и восстановить, как сказалось. То есть, если на Восточном фронте это как задача стоит военно-политическая, захватить Донецкую и Луганскую области в границах административных, то здесь задача стоит как бы захватить позиции, которые противники на 23-м году с перспективами продвижения в направлении Запорожья. Также Дипстейт дополнительно сообщает о том, что российские войска продвинулись в Нью-Йорке и в Южном на Торецком направлении. Также россияне вошли в село Железное, за которым начинается уже и сам Торецк. Кроме того, россияне продвинулись в районе Калиновки к северу от Часовьяра. Да, значит, здесь, ну, мы видим, ситуация тоже ухудшается. К сожалению, есть продвижение, ну, реализация дальнейших планов, как вокруг Часовьяра, так и направлении Торецка. То есть, по Часовому Яру это действие фланговой, активизация, это Калиновка. Там они пересекли все-таки канал по, значит, участку, где, значит, сам водяной канал заходит в трубы и пытается с севера продвигаться и активизирует действие в районе Иванского по дороге. Это, значит, южное направление. Опять-таки, реализуют тактические приемы, связанные с охватом Часового Яра. Ну, и важно, опять-таки, тяжелые боли Крещиевка, Андреевка, которые позволяли все-таки более стабилизирующе действовать на этом участке, особенно в районе Крещиевки, где противник, собственно, тоже во многом зашел в этот населенный пункт. И наши удерживали там определенные высоты, с которых осуществляли от него поражение войск противника. Но ситуация, к сожалению, усугубляется и здесь, в Торецком направлении тоже. По поводу Часов Яра спикер оперативно-стратегической группы войск Хортица Назар Волошин сообщил о том, что в составе российских диверсионно-разведывательных групп, которые действуют, как в районе городов Часов Яра и также Торецк, начали фиксировать женщин. По его словам, украинские защитники начали получать данные о том, что россияне все чаще внедряют женщин в различные операции на фронте. Они выполняют задачи диверсанта, как минимум, на двух направлениях Донбасса, это Часов Яр и Торецк. Ну, это уже не первая, скажем, такого рода информация. Во многом используют женщины, которые проживали в этих районах, захваченных еще раньше, а также заключенных, которые, то есть этот старый прием, который был с времен Пригожина, как мы помним, однако все в большей степени привлекаются заключенные женщины в качестве военнослужащих и их наиболее активно задействуют действия в дивизионно-разведной группе. К сожалению, особенно в начальных этапах здесь надо было разбираться, но теперь уже стало это известно, и, в общем-то, они пытаются масштабировать вот такого рода приемы с использованием женщин, местных и заключенных. Кристофер Коволи, это главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, на днях сделал достаточно интересное заявление, говорит о том, что дальнейший ход войны спрогнозировать трудно, но пока вооруженные силы Украины демонстрируют прекрасную стратегию. Один из вызовов, которые мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем извлечь из войны в Украине, говорит господин Коволи, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, которая полна непредсказуемых поворотов, и это то, где мы находимся сейчас. Также он полагает, что дальнейший ход войны будет зависеть от способности накапливать качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей. По поводу прекрасной стратегии вооруженных сил Украины хотелось бы услышать ваше мнение и по поводу самых вероятных сценариев дальнейшего хода войны. Как она может проходить? На текущий момент достаточно тяжело для силы обороны Украины. И мы с вами оговаривали в течение времени эфира тяжелую ситуацию, которая складывается на различных участках. Это значит, что из этих тактических действий сказываются действия на уровне оперативном. И также, если охватывать все наши направления, теперь уже три, включая северное направление Харьковское, то восточное направление Донбасса и южное направление Херсонское, Запорожское и так далее. То есть, оценка важна в стратегии. Понятно, война уже идет и росла в затяжной характер. К сожалению, здесь сказываются ресурсные возможности нашего противника Российской Федерации по вооружениям, по всем видам вооружениям основным, к сожалению. Ну и также уже в силе, которая готовится, весь вопрос в качестве, уровне, но достаточно больших количествах, которые позволяют противнику иметь резервы и вот использовать их, и анализируя ситуацию по разным тактическим направлениям, мы с вами видели, что тут и там они все-таки находят возможности заведения резервов, которые есть. Ну и в целом тогда складывается тяжелое состояние на тактическом уровне, и это отражается на стратегии, которые, в общем-то, для Украины являются верной. Однако вопрос, и я здесь соглашаюсь с генералом, лежит в скорости реакции на ситуацию. Для силы обороны Украины это значит, опять-таки, в том, как быстро будут даны возможности по вооружению техники, боеприпасов, которые быстро отражаются на ситуации боеприпасов, поэтому является приоритетным. Ну и поставка военнослужащих для того, чтобы были резервы поживой силы. И здесь везде достаточно серьезные проблемы у нас. Игорь Александрович, но многие говорят о задержках с вооружением, которое должно получить украинская армия, и президент Зеленский, говоря о 14 бригадах, сказал, да, они готовы, но нет соответствующего вооружения, нечем воевать. И мы с вами обсуждали то, о чем на саммите НАТО сказал президент Румынии Клаус Юханни, что Запад передал только 50%, только половину обещанного, и мы с вами размышляли, а где вторая половина, и будет ли она? Здесь, как ни странно, может показаться, на мой взгляд, такой перспективный, скажем, взгляд на ситуации, которая политическая складывается в Америке. Мы знаем, что президент, как бы нынешний Байден, демократ, уходит с поста, сейчас идет, скажем, действие активных демократов на замену кандидата, и большая вероятность, по оценкам специалистов, до 95%, что это будет Камала Харрис, вице-президент, и, значит, сформировалась фактически утвержденная команда у Трампа. Так вот, в этой ситуации, в борьбе внутренней межпартийной политической команды за выборах президентских, возникает вопрос, связанный с тем, что вынуждены обе команды проявлять себя и добавлять в сфере этих, значит, президентских выборов позицию, связанную с Украиной. Более того, что, например, для Камалы Харрис возникает в партии демократов такой вариант, что выгодным шагом была бы реализация планов помощи Украины, которые ведущие республиканцы, которые входят в комитеты Конгресса в поддержку Украины. То есть такой ход утверждения плана действующих республиканцев в интересах, как бы, стратегических Украины, вот, он додает команде демократов в этой борьбе. С другой стороны, Вэнс, кандидат вице-президента, который отличался до этого риторикой антиукраинской, вынуждены и отмечают его изменения, значит, в своих выступлениях отмечать позицию, связанную с поддержкой Украины. То есть, ну, вот, возможно, причем у демократов, а не больше власти, это не могут сделать, и, например, ожидает следующий ход, что, возможно, Байден будет уходить и от руководства в качестве президента, и тогда и ставит на начало августа автоматически по законодательству американскую Камала Харриск, который может себя привить, и здесь им нужны решительные действия. То есть, в обеих командах решительные действия, которые могли бы помочь поднять рейтинги, связанные с оказанием решительной помощи в Украине, которую мы, к сожалению, не наблюдаем на протяжении двух с половиной лет введения этой широкомасштабной войны. То есть, вот, казалось бы, то, что длительное время, ну, последнее время, скажем, тормозит помощь Украине и переход до вот этих действий, здесь вдруг активизировалось, на мой взгляд, в новом подходе, и, ну, конечно, надо это использовать нашему руководству политическому, чтобы была такого рода реализация в этой борьбе. Продолжение обсуждения темы вот этих политических составляющих. Президент Зеленский дал интервью BBC и заявил, что горячая стадия войны может закончиться до конца года, и не все территории Украины могут быть возвращены военным путем. Я считаю, что если мы будем объединены и будем идти, например, по формату саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны, сказал президент. Мы можем попытаться это сделать до конца года, и Зеленский допустил, что война окончится дипломатическим путем, а не военным. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. Также он высказался за переговоры с Россией в рамках саммита мира. Если на втором саммите мира будет готов план, и если Россия будет готова обсуждать этот план и договариваться об окончании войны, то мы будем готовы говорить с представителями России. И без представителей России, и какая разница? Будет это Путин или не Путин? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России. По поводу переговоров отдельно, а вот относительно того, что горячая стадия войны может закончиться уже в этом году, насколько высока вероятность такого развития событий, и есть ли к этому предпосылки? Ну, это можно просмотреть, если проанализировать различные варианты мира, которые предлагаются различными руководителями различных стран. Как мы помним, есть варианты китайские, турецкие, французские. Ну, не буду перечислять все, скажем, по совокупности, в которых заложены такого рода подходы. И как бы не хотелось Путину и его высказываниями, что сначала Украина должна выполнить все требования, его капитулянские, а после этого прекращаются боевые действия. Но на самом деле реалистично это работает иначе, то есть сначала останавливаются действия в той стадии, в которой они есть, и ведутся переговоры, которые позволяют определяться. Хотя, опять-таки, для этого нужно, чтобы перейти и быть более убедительным в такого рода подходах, которые, в общем-то, имеют шансы быть, необходимо приостанавливать продвижение противника, к сожалению, которые не удается пока реализовывать силам обороны Украины. Мы с вами проанализировали эту ситуацию. То есть шанс есть, но нужна активная помощь, о которой мы тоже говорили, чтобы как минимум застабилизировать ситуацию на фронте. Это будет уже усиление позиций в дальнейших переговорах. Вот за это активно надо бороться и с нашими союзниками, и реализовывать соответствующие действия внутри нашего государства. А о каких представителях России может идти речь? Я думаю, что вряд ли можно вести разговор об участии обоих руководителей государств. Это будет вариант, близкий к тому, как переговаривались по зерновому коридору. Ну, это как вариант, то есть как средство. То есть участие будет посредственно. Все равно решение, понятно, будет принимать руководители, а участники будут более низкого уровня. Однако переговоры могут идти. И вот второй этап мирных переговоров, продолжение швейцарских. Здесь все активнее говорится. Это тоже шанс. Это тоже вариант, который может быть реализованный уже в этом году. Скажите, а как вам план экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона? Почему-то этот план называют планом Трампа, но он высказал публично свое видение, поделился им, как может завершиться российско-украинская война. И в этом плане идет речь о том, что Украина отказывается от международно признанных границ 1991 года. Звучит предложение предоставить определенные права русскоязычному населению в качестве компенсации Путину, а подконтрольная Киева часть Украины, она должна быть принята в составе Европейского Союза и НАТО. Но там идет речь также и о много другом. Да. Значит, это прием, скажем, в политических действиях Трампа. То есть он напрямую не говорит, а использует участие и встречу Джонсона с ним. И мы здесь видим, конечно, он излагает и его план, в котором есть разное. Здесь можно добавить и по окончанию боевых действий надо будет использовать возможности Украины по своим вооруженным силам. На текущий момент это наиболее опытные введения боевых действий. Значит, эту силу Европа понимает, они должны втрачать в потенциале борьбы с такого рода государством, как Российская Федерация. И поэтому могут сохранять в виде вооруженных сил, это интересный очень вариант, и европейский. Если не натовских, уже перспективных в замену американских войск. И для, скажем, Трампа это вариант, откуда могут появиться сэкономленные деньги и укладываются, значит, в его подходах. Хотя есть очень болезненные для Украины варианты, о которых моменты в этого плана, о которых вы уже говорили. То есть, ну вот мы видим много планов, которые в ближайшее время будут реализовываться. Однако для того, чтобы, скажем, позиция Украины была более сильная, необходима быстрая помощь в широком спектре Украине и с достаточно большим, большую долю современных вооружений, а также боеприпасов, для того, чтобы, опять-таки, все это может реализоваться в значительной степени от того, насколько нам удастся стабилизировать ситуацию на фронте. Военный эксперт Игорь Романенко был сегодня вместе с нами на Политеке. Игорь Александрович, спасибо вам за этот эфир. И также я благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков канала за внимание. Если еще не подписаны на Политеку, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Оставайтесь с нами и, самое главное, берегите себя. До свидания. Всего доброго.